привет всем наш воскресный выпуск снова в деле у нас сегодня интересная программа интересный гость оля привет наконец-то мы с тобой поговорим ты такая интересная девушка в тебе совмещается столько положительных качеств ты такая талантливая если кто не знает ольга пишет песни я когда зашла на канал почти 22 тысячи просмотров на твоей авторской песни слава богу ты также пишешь стихи ты пишешь посты ты создаешь программы ты решаешь любой сложности задачи ну просто мега мозг одним словом и еще ты ходишь в церковь этого прям вообще просто полный компот расскажи пожалуйста о себе и вообще что ты забыла в церкви такая умная красивая творческая обаятельная милая да дарья это так меня представила спасибо большое я очень рада быть здесь сегодня с тобой делиться своей историей и я сейчас расскажу о себе и я думаю все кто смотрят поймут почему я все-таки нашла себя в церкви и несмотря на все таланты все дары я верю что все это вложил в меня бог и в церкви мое место и я готова поделиться с вами своей историей так что давайте сейчас нальем чай кофе и в это воскресное утро вместе послушаем историю оли и первый вопрос ольга расскажи пожалуйста с самого начала вообще из какой-то семьи какое у тебя было детство нам очень интересно у меня было прекрасное детство я родилась в полной семье и всегда когда я вспоминаю о своем детстве у меня очень теплые воспоминания потому что практически все мои родственники это интеллигенция это преподаватели которые преподают в вузах в школах в различных учебных заведениях и я думаю мне также пророчили такое будущее в детстве поступила в одну из лучших школ первые несколько классов я была просто круглая отличница я не могу сказать что я была вундеркинд но уже с трех с четырех лет я читала более того читала и на русском и на английском уже 4 года поэтому на самом деле я считаю детство было безоблачным очень интересным в семье практически не слышала ни мата я не видела пьяных истерик драк скандалов то есть интеллигенты прекрасная идеальная семья все должно было быть очень очень хорошо в детстве я помню как с бабушкой и она начитала библию я еще верила в бога мне было очень интересно я читала даже не просто детскую библию с картинками это была уже взрослая серьезная библия читала псалмы и уже 4 года ну наверное не в 4 года но точно в раннем возрасте молилась молитвой очень наш каждую ночь мне было очень интересно узнать вообще бога мне был такой духовный поиск еще будучи совсем маленьким ребенком вау это уникально не с каждым ребенком такое происходит самого детства а ты уже самого рождения была вот избранным божьим сосудом но зная историю оли в ее жизни произошло одно очень серьезное событие которое разделило ее жизнь всю семью вообще на жизнь до и жизнь после что произошло там оль да на самом деле когда мне было десять лет у меня произошло очень трагическое событие у меня умерла мама и как ты правильно говоришь с того момента жизнь поделилась на до и после сколько лет было моментом маме было 40 лет конечно для всех нас это была трагедия и уже тогда так как я говорила у меня был такой духовный поиск тогда родилась обида на бога ненависть и я просто что-то что-то внутри меня сломалась на очень многие люди ломаются когда такая ситуация происходит и практически вот сколько вот общалась с разными ребятами людьми это всегда была обида на бога и вопрос на если бог есть почему умирают мои родители близкие люди до из того времени я стала еще глубже разбираться в этих вопросах что интересно я задавала вопросы в окружении даже сталкивалась различными православными священниками задавала вопросы своим знакомым потому что в нашей семье традиционно было соблюдать обряды я во всех них принимала участие то есть в детстве мне это было очень интересно но по мере взросления я стала взращивать в себе ненависть к богу я задавала вопросы кричала в небо и ответа не было конечно же и только можно сказать придя в церковь я получила ответ что это дьявол приходит украсть убить и погубить тогда конечно всего этого не знала и мой духовный поиск продолжился и к сожалению продолжился тем что я не пришла к богу но наоборот я стала увлекаться оккультизмом я стала читать различные философии различные книги увлекаться алкоголем и тому подобными нехорошими вещами о которых расскажу более подробно оля вот вы потеряли маму семья до изменилась вы остались папы у тебя есть брат да и как дальше сложить складывались твои отношения в семье кто стал воспитывать себя кто стал твоим авторитетом потому что насколько я знаю что ты была близка со своей мамой и ее вот не стало и что дальше как дальше жить да я как подросток как ребенок конечно же искала авторитеты в своей жизни для меня этим авторитетом стал мой брат старший так сложилось что все в нашей семье слушают тяжелый рок я с детства была взращена на этих пластинках кассетах и мой брат скажем так пошел дальше вот он еще в юном возрасте сам начал увлекаться алкоголем начал курить начал попала ну скажем в плохую компанию естественно я пошла за ним и можно представить только что я уже в 13 14 лет начала достаточно сильно пить курить гулять и ругаться матом и что рассказывал что могла спокойно выпить одну бутылку водки на самом деле это страшно и когда я вспоминаю об этом мне даже не верится что я будучи подростком могла пить просто девушкой девушкой пицца взрослыми мужиками и даже обычно как девушку провожают домой но было такое что я просто оставалась до конца и даже иногда я шла с кем-то до дома то есть настолько это было серьезно и только сейчас я понимаю насколько отец он на самом деле вложился в нас мог нас вырастить как он вообще нас такими терпел мы устраиваем уже не было авторитетом и конечно да отца я очень уважала любила но равнялась на старшего брата хотела быть похожие на него и пошла вот таким вот путем оль расскажи я потому что они не все знают что дальше и куда ты попала в какое общество на какие собрания ты начала ходить и чем-то начала увлекаться и заниматься до дальше больше я бы сказала что эти собрания лично я и стала устраивать обычно говорят попал плохую компанию я бы сказала я организовал такую плохую компанию то есть у меня продолжился мой духовный поиск и вместо того чтобы искать бога я стала поклоняться дьяволу то есть это музыка которую я слушала та литература которую я читала все это приводило меня к тому чтобы хулить бога чтобы прославлять дьявола я много занималась творчеством нас в компании было принято я рисовала различных бесов различных чертей я правильно понимаю это сатанисты да то есть можно сказать что я просто превратилась в сатанистку из такого ребенка который искал бога читал библию я стала увлекаться совершенно противоположными вещами даже я оль да очень много слышала сатанисты сатанисты дам для меня это что-то страшное но вот ты была изнутри расскажи вообще насколько духовный мир на самом деле там реален присутствие бесов вообще и и как это отразилось на твоей жизни если говорить о нашей компании чем мы занимались то среди нас были люди и я лично этим занималась мы пытались каким-то образом манипулировать духовным миром то есть слышать голоса видеть видение я читала различные книги про то как заниматься телепатией телекинезом гипнозом общем разные такие вещи расскажу одну историю которая более будет понятно мне настолько было интересно вот понять духовный мир проникнуть туда что однажды я взяла книгу у своего знакомого называется так по черной и белой магии конечно как мы верующие люди мы знаем не бывает черной и белой магии это был чистый в.д. оккультизм и мне было интересно передавать мысли на расстоянии у нас была музыкальная группа если так можно назвать где мы во первых я писала лично песни во славу дьявола то есть как сейчас я могу писать творчество во славу божию я буквально ночью молилась размышляла просила у каких-то неведомых сил дать мне текст и дать понимание то есть я очень глубоко этим занималась и в один вечер мы встретились и я попробовала эти практики выключился свет была такая интересная атмосфера все играют представьте себе на музыкальных инструментах и я девочка еще он молодая пытаюсь каким-то образом в общем передать мысль и оказалось что человек который был в нашей компании он очень глубоко сам этим всем занимался ведун такой да и когда включился свет мы остались один на один все вышли он подходит и ко мне и говорит девочка ты пытаешься проникнуть туда куда не надо ты еще не знаешь это это и это то есть это были ребята которые на самом деле увлекались оккультизмом серьезно чем еще мы занимались мы пили кровь как это происходило то есть мы просто могли встретиться в компании порезать друг друга руки и дать друг другу попробовать кровь стакан нет не было стаканов ничего такого просто вот вот таким образом оля вот и скажи голоса то можно слышать конечно то есть духовный мир это реальность когда человек открыт я была очень открыта то есть еще не будучи в церкви духовный мир он приходил в мою жизнь я слышала разные вещи это меня пугало никто не мог ответить что с этим делать как это направить вообще и были ну различные манипуляции духовным миром с моей стороны и слава богу что оказалась в церкви у меня была еще одна история которая мешала мне прийти к богу я всегда так как я искала какой-то духовной власти какой-то силы духовной мурашек переживаний у нас были такие ну скажем дары от дьявола что я просто уже сейчас церкви я понимаю что это было я просто подходила к человеку возлагала на него руки произносила какие-то манипуляции и нам не знаю я уже не могу даже разобрать насколько это было правда или нет но в общем мы пытались как-то лечить друг друга передавать друг другу какие-то забрать чужую болезнь и в общем ну вот такие вещи и когда получалось получалось и когда уже я когда мне первый раз проповедовали евангелие первая моя реакция была и что теперь это все пропадет теперь я ничего не смогу и на самом деле это очень мешало и когда я пришла уже в церковь я поняла насколько больше может дать бог насколько все эти манипуляции духовным миром были просто сатанизмом который наоборот разрушал мою жизнь просто вот реально милость божья что вы просто у бога все вовремя я что знаешь бывает так как бы читая слово божье можно видеть как люди просто когда они одержимы бесами да то это что когда бес вселяется в человека то он просто ну его в дурку сдают и слава богу что вовремя бог пришел это все остановилось на твоей жизни холодный пот мурашки по коже слышат такие ужасные истории когда слышали слышали голоса выключали свет ну с ума сойти просто и оля насколько серьезно было твое увлечение сатанизмом как ты его сейчас видишь может быть честь какие-то истории потому что твои истории это что-то нечто да серьезный момент который был в моей жизни я уже говорила что очень увлекалась творчеством мне нравилось рисовать писать песни и настолько это был все было серьезно что буквально перед тем как попасть в церковь я прямом смысле искала человека который мог бы помочь мне заключить сделку с дьяволом как я слышала знаете все эти истории там написать кровью там то есть я на полном серьезе разыскивала среди своих знакомых человека который помог бы мне продать душу дьяволу ради чего ради того чтобы обладать каким-то сверхъестественным талантом сверхъестественным даром потому что а то представление было да что получив этот дар я смогу еще больше хвалить дьявола еще больше хулить бога и таким хотя вот что он тебе дал такого да вот за что такая любовь такая страсть такое поклонение нам это одержимость реальная одержимость превратный ум не заботились иметь бога в разуме и все и приходит повреждение ума и твоя жизнь сегодня большое свидетельство для нас всех оля что там еще было такого нам интересно давай на самом деле я очень серьезно относилась к тому что вот я была сатанисткой для меня это было ну скажем дело моей жизни вплоть до того что могла заходить на форумы заходить на сайты как сейчас мы можем видеть как люди пишут в комментариях в сообществах и буквально издеваться над верующими людьми писать им различные моменты как мне казалось разоблачая этих христиан которые глупые как овечки идут за своим богом и поэтому сейчас я иногда чувствую что я даже пожинаю это когда я проповедую евангелие я сталкиваюсь с каким-то негативом я поняла или разоблачаешь я понимаю что эти люди они просто находились в таком же обмане когда я это реальная слепота и я теперь ощущаю свое призвание вот этих погибших этих обманутых дьяволом потому что что на самом деле может дать дьявол ничего это просто пустышка да оля и давай еще поговорим о тебе как о личности потому что находилась мужском мужской семье на мамы не было остался папа и брат отразилось ли это на тебе как на девушке на твоем вообще понимание этого мира отношения к себе к кружу к людям расскажи пожалуйста конечно же то что я росла в мужской семье оказала на меня колоссальное влияние и я чувствовала еще будучи молодой девушкой что я отличаюсь от других девушек я была абсолютно не приучена обниматься целоваться как подходят мамы обнимают своего ребенка я просто ну была лишена этого в детстве и мне казалось что в принципе это нормально когда я пришла в церковь и подходят ко мне братья сестры они обнимают меня сейчас я воспринимаю это правильно что можно эти обниму нормально воспринимаешь все хорошо да слава праве ли но вот такое влияние то что я росла в мужской семье была такой пацанкой играла футбол бегала там у тебя не куклы были но вообще на самом деле реально так сложилось что я там в детстве играла в солдатике в игрушки в компьютерные мне казалось что она тоже играла в солдатике но все было на самом деле очень ну серьезно потому что меня посещала такая безумная мысль ну что возможно я вообще парень в теле девушки то есть сейчас это очень распространено многие действительно и честно говоря когда я оказалась уже в доме божьем когда я пришла к богу моя внутренность она просто полностью изменилась то есть придя в церковь я привыкла носить только штаны кроссовки я помню девушка шла вся в черном волосы вот так да я ощущала себя полностью вообще что это комплимент когда мне говорили там ольга вот ты мужик вот это и многие ребята могут засвидетельствовать что это так я принимала это на ура и в церкви никто не давил на меня никто не не учил не как-то не оказывал какую-то манипуляцию с моим разумом я просто встретилась с богом и я же раз когда-то первый же раз когда я пришла да я ощутила что-то сильное такое присутствие божие внутри себя и я просто переродилась то есть постепенно я ощущала я стала ощущать смену своей природы что только в церкви я смогла раскрыться уже как женщина как девушка и найти и любовь и понимание и родители да и вернуться к тому как бог сотворил меня какой он меня задумал да давай поговорим еще вот про твой подростковый возраст на вот сегодня в интернете вообще такой бич очень популярная тема это толерантности к людям которые нетрадиционной ориентации что это нормально у нас компании вообще это было очень популярно я была не одна такая у нас было много девушек которые строили отношения тоже с девушками то есть я пыталась таким образом строить отношения даже помню что я заходила в интернет я прямо писала я бисексуалка ищу девушку для серьезных отношений то есть то есть для меня это было очень серьезно я относилась к этому до что вдруг а вдруг вот я себя чувствую тогда как парень я так веду себя а вдруг бог ошибся вот такая мысль на просто ну очень часто меня посещала что возможно я просто не в том теле что-то не так со мной и этот вопрос решился именно когда я пришла к богу придя в церковь я стала познавать истину и слово божие стало для меня авторитетом абсолютным авторитетом и я стала понимать да что бог не ошибается и если он сотворил мужчину он сотворил женщину он соткал меня в очреве матери то он не мог просто как-то случайно то он и бог каким-то образом если он такой меня сотворил значит все в порядке я полноценная девушка и моя внутренность она преобразилась еще раз хотелось бы акцентировать внимание что не было какого-то психологического давления или каких-то манипуляций с моим разум это было я слово божие истина которая меня освободила как написано да познайте истину и истина сделает вас свободны меня вообще так воспитывали и всегда вкладывали с детства что вот интеллект это все если у тебя есть интеллект у тебя есть дары задатки ты умеешь читать писать и ты просто там мега мозг это все это решит все твои проблемы но на самом деле я по опыту уже могу сказать что мне мой мозг не помог когда пришли бесы когда пришли одержимости когда посещают такие безумные мысли ничего просто этот мозг не мог сделать только бог и только дух божий он мог освободить меня и мой мозг и интеллект он привел меня наоборот к тому что я падала ниже ниже и ниже поэтому я особенно проповедую люблю общаться с умными людьми потому что показывая тем самым что это еще не все интеллект это нет не самое главное что решает вопросы но когда жизнь человека приходит господь тогда все становится на свои места приходит свобода в разуме все расставляется по полочкам и даже то что вот я говорила о себе я придя к богу я ощутила как моя природа просто была восстановлена сверх естественно все вот эти раны внутренние душевные отверженность вот эти ощущения что что-то со мной не так я все это можно сказать моя душа исцелилась в доме божьем оль можно вернуться еще вот когда вот ты получается в конце собрания да когда ты пришла ты ушла уже другим чекам но вот я помню что когда оля пришла в первый раз на церковь не было света представьте себе все в свечах нет темно темнота и оля заходит зал и такая думать вот это да все нормально я у себя на самом деле меня никто не предупреждал как должно быть в церкви я не знала ты пришла в длинные черные юбки да да я пришла настоящая монашка в длинной юбке черной рубашке не накрашенная потому что так я думала что так прилично святым никто не говорил мне и я даже не знала но оказалось что в тот день это единственный раз за все собрания когда просто не было света для меня это было настолько естественно я всегда любила что-то неформальное нестандартное я подумала вот это церковь вот это мое и мне настолько понравилось я помню эта музыка когда не работали еще микрофон и один радиомикрофон клавиши но мне настолько понравилось под гитару надо все было настолько просто для меня это было сзади для меня а капелла а потом следующее воскресенье оля приходит а там свет в смысле это просто один раз оля расскажи про преображение потому что человек у которого был был такой огромный багаж всего до вытащить из тебя столько чертей тьмы этой всякой ложной философии ну как бы это вообще было трудно для божьих людей или все вот так щелчок и ты просто вау аллилуйя иисус господь иду покорять этот мир вере на самом деле это целый путь который продолжается еще сейчас по сей день надо мной работают трудиться учат наставляют меня я уже немного говорила о внутреннем преображении о том что моя природа стала меняться и самое тяжелое для меня было это внешнее преображение потому что когда я росла я уже говорила это мужская семья это знаете мужские запахи мужской внешний вид меня никто не учил даже простым вещам не было мамы не было женщин в моем окружении и священником приходилось работать над такими вещами что нужно заботиться о себе должна быть правильная гигиена вплоть до того что элементарные вещи постирать носки почистить зубы я пришла настолько больным не сформированным человеком что пришлось работать над такими мелочами и твой священник даже работал над вот такими внешними да здорово хорошо когда есть такой священник про тебя расскажу вот это интересно давай расскажи про меня расскажу есть одна история которую я всегда люблю никогда не забуду началось преображение оли внешне значит мы и тогда про прославление два слова скажу ну что мы ее посадили на стул и говорим оля теперь не будем тебя преображать достали утюжки расчески лак это всю там косметику оля сидит молчит ни слова не выронила за тот вечер а мы это мы сейчас из тебя сделаем красавицу да и что произошло на самом деле чуть-чуть если взять назад буквально пару месяцев как я была в церкви и я попала в самое лучшее место это прославление естественно заботились о том чтобы был правильный внешний вид и меня стали учить как правильно краситься как правильно вы одежды купили мне одежду помогли мне надели юбки платье если раньше это были только кроссовки джинсы тоже были не ну в женстве начале работали надо мной и я помню такой день ты еще одна девушка посадили меня на стул начали приводить меня в порядок мои волосы сделали прическу там макияж накрасили или нет вот не помню и я помню насколько я была отверженная и даша говорит мне всего одну фразу вот теперь ты красиво и насколько мне было 18 лет и насколько я больно просто остро отреагировала что мне казалось что это было просто оскорбление значит до этого я была страшная это его не сказал ты я ничего не сказала я помню сделать ка лицо стала собирать свои вещи коридоре я нервничаю ко мне подходит оля что случилось все же было хорошо что произошло нормально все хорошо я просто собрала вещи ушла и потом уже по пути домой я стала понимать что настолько меня это ранило конечно же давно простила тебя но тогда я буквально хотела броситься под машину настолько дух отверженности такой и и смерти что я просто ну просто не хотелось жить буквальном смысле и слава богу что тогда еще понимала что нельзя разрывать отношения нельзя портить отношения я пришла домой взяла телефон позвонила мы помолились и я попросила прощения за все свое поведение и ну можно сказать это был один из ключевых моментов когда я поняла что нужно во первых работать над собой и формироваться и позволяет работать над своей внешностью на что церкви что хотели сделать только сделать меня лучше я помню в тот вечер молитва которую высвободила пастырь наталья в твою жизнь когда просто по телефону ты прямо освобождалась плакала и слава богу бог тогда что-то сделал с твоим сердцем в тот вечер бог исцелил сердце оли и дух отверженности пошел вон из ее жизни слава иисусу слава иисус я думаю что у всех создался вопрос видя и слыша историю оли как она попала в церковь кто был кто этот человек кто смог повлиять на такую даму да я всегда когда думаю об этом я понимаю что это сверхъестественно что это просто бог нашел меня потому что философ буквально за несколько недель до покаяния я находилась в пьяном угаре я открыла библию я помню как сейчас я просто бесновалась и кричала богу задавала вопросы со мной была небольшая компания людей и я просто говорила да где бог как он мог такое допустить в моей жизни и я реально просто бесновалась вела себя неадекватно и в моей компании была девушка которая сказала послушай я могу познакомить тебя со священником я ожидала что придет какой-то священник в рясе не знаю с библии в каком-то особенном одеянии я его загноблю и я буду просто задавать ему вопросы и он как все мое окружение не сможет мне ответить просто сядет в лужу оказалось что этот человек без образования особенного без особенных даров просто за один разговор ответил на все мои вопросы еще что очень сильно наполняла меня я так хулила бога что всегда когда я это дело мне посещала мысль что после этого бог меня не простит то есть буквально каждый раз когда какую-то песню писала или я ну пыталась как-то оскорбить бога я у меня все-таки была совесть и я понимала что если уж бог есть такие вещи он точно не простит поэтому всю беседу я задавала один вопрос меня точно бог простит меня точно вот моя конечно же с радостью пришла я ждала молитвы покаяния я знала что мне нужно сидеть до конца услышать выйти вперед помолиться молитвой покаяния и бог обязательно простит мои грехи и я помню этот день как сейчас я просто обливалась слезами выбежала вперед один разговор с духовно рожденным человеком приносит такие плоды слава иисусу христу поэтому как важно быть духовно живыми потому что только духовно живой он может рождать он может влиять он может приносить освобождающие слова я рада за тебя оля правда я думаю что все кто слушает сейчас назидаются да ну вот дальше ты попадаешь в церковь твоя птица феникс просто поднимается с самого низа туда на вершины гор и с чем ты начала сталкиваться потому что был все-таки все равно ветхий твой человек какие-то привычки ну вот расскажи как твое вообще обучение твоя вот взрослая жизнь вообще ты вошла во взрослую жизнь да и как она складывалась да я говорила уже что я вначале я очень хорошо училась у меня все время были грамоты я участвовала в олимпиадах по всем предметам которые только возможно постепенно когда я уже стала увлекаться алкоголем сигаретами я позволяла себе прогуливать вообще не приходить неделями месяцами приходить сдавать только какие-то экзамены вплоть до того что меня много раз хотели выгнать из школы меня вызывал директор вызывал родителей и когда она была контрольная оля писала за пять минут весь класс сидела думаю как она это делать на уроке не ходит бухает приходит вот так чик и все знает да и когда могли выгнать просто просто не могли не за чтобы да и уже когда я попала в церковь я докатилась до того что я вообще не хотела учиться работать мне было 18 лет ты считал что ты нормально я считала что ну проживу как-нибудь мозги есть ну и хорошо и и я всегда хотела работать программистом но так хотела только мечтала визуализировала но когда я сдавала первый раз свои экзамены я просто пришла в неадекватном состоянии да и я просто не смогла сдать этот экзамен естественно родители повлияли родственники отправили меня учиться на физмат там я учиться тоже не хотела и когда я попала в церковь я была на первом курсе уже на то время я вместо того чтобы учиться сама спаивала своих одногруппников то есть ребята приходили хотели учиться старались я просто просто влияла на них вот так и в таком вот состоянии ленивая не собранная не дисциплинированная я попала в церковь и появился в церкви в твоей жизни человек который начал тебе звонить по утрам будить тебя заставлять тебя учиться просыпаться развиваться кто это был до слава богу что в церкви пастыря они стали моими настоящими духовными родителями взяли за меня ответственность то есть то что я потеряла маму в церкви не зря слове божьем написано что будут матери братья сестры что можно только приобрести и я приобрела духовных родителей которые смогли подвести меня к тому что нужно совершенствоваться нужно учиться нужно реализовать свой потенциал когда в моей жизни появились священники которые стали работать надо мной учить меня дисциплине помогать мне оставать по утрам заниматься как-то совершенствоваться как личности во всех сферах развиваться я поняла что выбора нет нужно учиться нужно работать и слава богу священники пастыря конечно нет это был огромный путь противления слез нервов обид но благодаря тому что я была открыта я старалась прислушиваться постепенно все стало выравниваться таким образом так как меня благополучно выгнали с физмата за мое непосещение но я не останавливалась я понимала что мне нужно получить образование мне нужно устроиться на работу и я пошла на ту самую специальность на которую первый раз я благополучно просто не смогла сдать я пошла еще раз и сегодня я уже окончила и бакалавр и магистратуру на специальность программиста и сейчас уже работаю по специальности слава богу твоя мечта исполнился да конечно я думаю что сама я никогда бы не смогла так заставить себя пойти учиться работать я бы просто валялась на кровати продолжала вести такой разгульный образ жизни пить курить и гулять проводить хорошо время и деградировать таким образом да я помню когда мы уже были знакомы ну наверно не первый год и я пришла к тебе в гости с подругой мы зашли к тебе в комнату и я тогда была очень шокирована тем что я увидела значит смотрите очень раскладушка как вот кресло разложенное и вот оно получается вот это кресло разложенное и у него получается сразу идет переход на стол и компьютер да и там как будто я даже не помню было ли там просто не там было просто как-то все так наложено и получается сделала оля в позе лотоса вот так и у нее было очень много дисков с разными играми и она начала рассказать его про эту игру и про эту игру получается что вот так спала потом так вставала и сразу же играла вот расскажи потому что очень сегодня популярна вообще и зависимости от игр многих ребят сегодня которые сражаются что хорошего что плохого и как тебе это вообще помогло в жизни или разрушила твою жизнь я считаю что в моей жизни это была большая проблема потому что из-за того что я просто сутками сутками подряд я могла играть беспробудно без просыпно находиться в таком иллюзорном состоянии даже иногда не кушать не пить просто вот я могла сесть и сидеть за компьютером ну несколько часов вот так вот подряд и это мешало сутками это мешало мне потому что я абсолютно не было мотивации развиваться зачем когда можно так хорошо проводить время и именно в церкви именно в служении богу я стала освобождаться постепенно мой мозг стал освобождаться и я поняла что ну этот путь в никуда но все-таки почему это так сильно завлекает сегодня молодежь и даже взрослых людей да вот это сидеть там может быть там что то есть такое особенное чего нет в реальной жизни вот поделись ты все-таки была заложником этой системы ну на самом деле как я считаю в этом и есть проблема это уход от реальности самое большое почему тянет играть почему тянет в этом пребывать потому что в реальной жизни что-то не сложилось но ты полный ноль до даже слова божие учат все определяется по плоду плода нет результата нет и конечно когда в игре ты кто-то ты уже восьмидесятый уровень у тебя уже шмотки у тебя еще что ты это иллюзия что ты чувствуешь себя кем-то будучи никто и ничто поэтому слава богу что церковь приводит в реальность учит развиваться совершенствоваться да потому что однажды фильм закончится да ты проснешься да это тык карета превратится в тыквы ты просто понимаешь что в жизни ты полный ноль то все-таки помогло тебе освободиться от этой зависимости которая у тебя было сколько лет и вообще была в этом все я вообще когда я делюсь об этом я всегда думаю что и вообще не помню периода в своей жизни когда я не играла в игр проще сказать это было наверно самых маленьких лет у меня были дэнди сеги компьютеры соньки это было всю жизнь один из моментов который помог мне лично это открытость то есть я всегда говорила прямо я не прятала скелет в шкафу я старалась быть искренне со священником и кается в этом выносить во свет потому что это проблема когда есть какая-то зависимости человек не может открыть не может поделиться но жизнь не меняется оказывается все таки есть какие-то тайные вещи грехи которые не исповедуются довольно два еще по практическим шагам потому что все таки я так понимаю что стаж 20 лет даже чуть больше да выходит что то еще открытость очень важно твое внутреннее решение внутреннее решение потому что будут ломки будет тяжело никто не обещал что будет легко и нужно признать что это зависимость и это болезнь это грех это грех да потому что в этом и проблема что всегда хочется завуалировать как-то прикрыть почему это грех что такого вы же сериалы смотрите вы там это делаете почему грех очень важно понимать какая информация входит в твои уши что лично мне помогло как лекарство это слово божие а чё грех это очень многие спорят что это там фильмы смотрит там или еще чем-то занимается чё это я просто в игры играю тебя что же была такая конечно у меня была даже своя позиция свои аргументы и слава богу что читая слово божие слушая проповеди я себя все вот эти аргументы они просто рассыпались как карточный домик для меня лично ответом почему это грех является то что во первых бог всем нам дал время дал ресурсы дал энергию дал просто возможности и когда я играю это похищает мое время это просто парализует меня делать мне неэффективным потому что я могла бы исполнить свое призвание и свое предназначение и проблема тех людей которые играют и моя лично проблема была в том что если посмотреть на результат жизни это неэффективные люди то есть я могла бы прикрываться тем что это мое свободное время я делаю что хочу если бы у меня был колоссальный плод если бы я проповедовала евангелие если бы я как-то реализовывалась как личность как человек но проблема в том что игры похищают драгоценное время и чек просто не реализовывается это на самом деле план дьявола чтобы сделать верующего особенно верующего человека не эффективным связать ему руки и ноги и таким образом да это можно вообще как любому греху отнести я считаю что да да также праздное провождение в интернете рассматривание всяких картинок порно сайтов и всего остального то есть это сегодня реально как бы проблема зависимость да отчего ты сегодня зависим если ты не зависишь от бога это страшно это путь погибель потому что да есть бог есть свет есть тьма третьего не дано либо ты со христом и ты воли божьей даты в ресурсе ты идешь и побеждаешь этот мир и либо ты являешься рабом греха и вот здесь как бы каждому человеку нужно определиться и даже будучи в церкви да вроде бы уже даже стоя там играя на гитаре или проповедуя кому-то на улицах если я сам внутри себя еще не освободился как и написал апостол павел к нам да что пропедуя другим самому остаться недостойным это это всегда вот меня это всегда это будоражит что если я сама не буду свободна то то что я говорю я могу сама как бы мимо себя это все пропустить и и моя жизнь придет в никуда и не исполнится то слово которое господь сказал да и вот самая наша любимая тема на канале это конечно же любовь бабочки влюбленности ты вышла замуж недавно у тебя была ситцевая да уже свадьба да ситцевая свадьба да уже сколько вы лет в браке два года два года сколько вы встречались были в помовке около полугода около полугода можете ты сказать что ты встретила мужчину своей мечты да это очень важно да не дождаться своего очень дождалась да но это был долгий интересный сложный путь потому что все было не так гладко и не так хорошо это благодать это просто благодать и просто я бы сказала мудрости наставления от пастыря от священника для меня всегда было очень важно иметь открытость с моим наставником я уверена что если бы не это не знаю где бы я оказалась к примеру расскажу несколько историй да я всегда была очень влюбчивая девочка да и как я говорила я была отверженная не знала себе цены проблема в том что я не знала себе цены я не видел все вот эти как сегодня ты так представилась и там дары и какие-то таланты ум ничего этого я я как бы знала что я такая но всегда искала себе пару которая мне не соответствовала то есть это было до церкви это было в церкви наверное это и не то что ты искала просто как бы была готова мое сердце было открыто и можно сказать вот любит меня первый попавшийся кто попадал в мои объятия вот я до сети я просто была открыта к этому и на самом деле не хочется даже вспоминать те кто знали это были очень странные люди я когда вспоминаю конкретных личностей один из них он очень много пил я помню прихожу его пастор мне так нравится но ничего что он грешник но вот думаю сердце я прямо я спасу его да и буду ему проповедовать евангелие спасла не спасла были такие ребята один чем проблема была вообще сказать несколько слов то есть представляешь не моя какая открытая да могу разговаривать с утра до ночи а человек не может связать несколько слов но я чувствовала это мое и были такие попадания попадала в эти объятия были поцелуи были переходы гранимы да самый интересный вопрос который всегда звучит в моей голове когда я хочу согрешить когда какое-то искушение приходит мне всегда задавал пастрю вопрос думала ли ты о боге в этот момент а еще интереснее да боге в бог он же так далеко высоко ну как бы да очень что-то возвышенное шторы закрыты обо мне то есть я всегда теперь теперь это урок просто на всю жизнь когда я хочу я чувствую что какое-то искушение подкрадывается я думаю как бы отреагировал мой пастырь а как бы повел себя пастырь на моем месте если бы стоял рядом и вообще сгорела бы просто со стыда поэтому конечно вспоминаю все эти истории понимаю что если бы не помощь и не наставление не советы священника я бы попала очень ну может ли ты сказать что ты всегда слушала эти советы конечно это в эту всю копилку историй могу рассказать у меня была история любви по интернету когда я почти год наверное я общалась с человеком и строила иллюзии которые никогда не видела в глаза то есть только в интернете только какие-то фотографии видео но мне казалось уже мы там планировали какие-то вещи и когда пастырь пытался развеять этот туман и говорил это просто иллюзия ты просто себе приду на аватарке собачка да поэтому очень важно прислушиваться и следовать совету священника аминь этот парень который которого ты встретила мужчина твоей мечты одним из сигналов для меня был когда пастырь подошел ко мне и сказал присмотрись к этому человеку для меня это было знаете как печать от бога то есть мало того что пастырь не знал что я уже давно присмотрелась мы учили еще в институте насколько бог все сложил что даже в институте у нас были друг другу чувства но мы как бы полноценно не знали мы общались как друзья где вы потом встретились и потом это было для меня общий шок когда увидела его в этих рядах церкви это было просто начинается прославление включается музыка и воля видит его это просто невероятно да это как бог соединяет судьбы удивительно что вы когда-то встретились 7 лет там 6 лет назад в институте потом ты же не училась до вы были порознь а потом спустя столько времени вы встретились именно в доме божьем в церкви то еще важно вот я бы хотела сказать что мы все делали правильно то есть момент помолвки момент полностью взаимоотношений потому что люди задают вопросы там держаться за ручки не держаться можно обниматься мы полностью старались быть открытыми даже если вопрос давали вопросы приходили все время уточняли как это как то советовались ну и вот момент которого тоже могу сказать в виде со стороны вас что тот парень с которым ты начала строить отношения уже серьезно на основании божьего слова как надо он был полностью открыт как и ты с божьим человеком и для тебя не было на вот как ты по интернету там по да да картинка и ты не знаешь кто это и неизвестно какие там черти а что этот человек был рядом и он был в том же учения в том же ведении и поэтому вы легко соединились и не было таких моментов в душу библию читаешь а нет я хочу там что-то другое футбол кинчик посмотреть там а у вас были одни интересы и вот когда да вот подобное с подобным соединилось то интересно у нас были то что ты говоришь и общие негативные интересы мы как оба геймеры нашли друг друга потом вместе освобождались и видно что мое откровение она его получила ну как для семьи уже то есть вот как я получила свободу я увидела что для него постепенно его интересы стали реально меняться то есть у нас по поводу того что стопроцентное попадание попадание общие вкусы в музыке то есть очень редко когда найдешь это проблема вообще в некоторых ну скажем в семьях некоторых отношениях когда он включает музыку и она мне кличет очень хорошо родители тоже попадание стопроцентно это очень круто когда можно вот так и самое интересное обещала что я скажу об этом что уже впоследствии оказалось что мы друг у друга вообще были первыми то есть в 27 лет найти мужчину найти парни который смог себя сохранить это благословение огромная редкость на ног тебя благословил слава иисусу потому что многие боятся не дождаться вот многие боятся что мне уже 20 лет где такого найду уже все перед словами мне уже пишет говорят уже надо быстрее все да поэтому это реально тоже было одно как бы из благословений которое ну дорогого стоит да вот видишь что делает послушание а если бы не дождалась а если бы оля поехала бы на крае да и туда искать какого-то по картинке там на неизвестно чтобы нашла была бы жива вообще или нет конечно да и ты видишь как послушание лучше жертв и повиновение лучше тука овнов и вот что на были ошибки но бог милующий и благодать работает там где исполняются эти ну то что сказал иисус христос да и это первый один из пунктов благодати да и чтобы в нашей жизни работала благодать это повиновение божьим людям повиновение наставнику и у каждого человека 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 в жизни должен быть и есть наставник просто может быть и не знаешь да но чем мнение важно да на кого ты ориентируешься за кем ты идешь за кем ты следуешь и как хорошо когда это божий человек когда этот человек которого бог в твою жизнь поставил и благодать начинает действовать и вот благодать она же она во всем она же не только молиться молиться она и в браке и в семье в семье в работе во всем это благодать божья и сегодня ольга и ее муж они несут священческое служение и не служат людям в церкви и радует нас оля какое было твое первое откровение в церкви которая тебя освободила и ты что-то поняла вообще я очень сильно запомнила один приезд наших старших пастырей станислава и юлии когда они проповедовали о том что человек может в церкви восстановить свое призвание мне очень понравилось как они говорили ты хочешь быть как адам с евой да мы восхищаемся этими людьми ты можешь хранить его сделывать сад это было 10 лет назад но я помню как сейчас эту проповедь ты хочешь быть как 0 до строй ковчег проповедую евангелие спасай хочешь быть как моисей выводить народ ты можешь выводить народ в спасение и таким образом вся библия она просто как на ладони за одну проповедь я услышала такие откровения и я поняла что в доме божьем я могу быть тем кем запланировал меня господь я могу полностью реализоваться и это меня очень вдохновила и смотивировала премудрость божья не сравнится с человеческой и то учение то слово которое проповедуется в доме божьем какой бы ни был интеллектуал там философ все преклониться написано перед именем иисуса нет ничего выше чем истина божьего слова и все о том что рассказывала сегодня оля нам нашей воскресной программе есть на каналах которые вы сейчас увидите снизу вы можете заходить и подписываться там есть ответы абсолютно на все вопросы начиная от того с того кто я заканчивая куда я иду и все эти темы бисексуалы сатанизм одержимость зависимость эти все темы там поднимаются и можно получить реальные ответы которые изменят жизнь ведь жизнь одна и нужно ее прожить достойно и так так тот кто может тебе мне помочь прожить эту жизнь достойно это господь бог потому что он вечен и мы ему дадим отчет мы вас благословляем и оля помолись пожалуйста молитва изо всех людей кто слушает сейчас чтобы если люди находятся каких-то зависимости у кого-то есть обиды проблемы чтобы бог мог сейчас коснуться каждого сердца и если вы одинокий и у вас есть вопросы обязательно напишите нам есть страница ольги моя страница страница церкви обязательно ответим вам и свяжемся с вами а сейчас время для молитвы пожалуйста ольга аминь я хотела бы обратиться к тем кто смотрит нас впервые и предложить вам помолиться молитвой спасения молитвой покаяния и давайте вместе скажем господь отец мой небесный я прошу прости меня за все мои грехи запиши мое имя книгу жизни я благодарю тебя за твое прощение и милость я верю господь что ты воскресишь меня во имя иисуса христа спасибо тебе за твое прощение благодать и милость аминь если вы молились этой молитвой впервые вы должны знать что господь прямо сейчас записал ваше имя в книгу жизни и вы прощены и нет ни одного греха который бы бог не простил нам это благодать и это слава божья аминь пусть бог вас хранит спасибо за то что были с нами спасибо тебе оля за честно интервью аминь